Сейчас я попробую сок из лимона и имбиря. Вкусно! Рекомендую! Я просто после болезни, и, как говорится, витаминчики нужны. Всем привет! Да, почти месяц меня здесь не было, но, как говорится, блудный сын вернулся. На самом деле, я не исчезал, просто... А чё просто-то? А-а-а! Не было идей для видео. И, как говорится, она пришла, когда её не ждали. Да, я решил снять видео о подарках мне на Новый год. И также о своих покупках из Дубаёв. Мы в Дубае, ёптель! Как вы можете уже заметить, под ёлочкой вот подарочки. Вы, конечно, так, наверное, нихера не поймёте, чё тут находится вообще. Но сейчас всё расскажу. Это, на самом деле, всё интересно и очень круто. Первый подарок я, на самом деле, сам себе его купил. Как бы это жалко не звучало, но я решил себе сделать подарок на Новый год. Почему бы и нет, да? Как вы, наверное, все знаете, вот я люблю азиатскую вот эту, да, культуру, там, аниме, кей-поп, там. И я смотрел «Унесённые призраками» анимен. Охеренно, я всем советую. И там был вот такой вот чувачок, зовут его Безликий. И он меня очень впечатлил. Дай! И когда я увидел вот эту вот штуку с ним, я понял, мне это, ёпта, надо. Чтобы вы понимали, это вот такая вот копилка. На самом деле она очень качественная. Хотя так вот не скажешь. Обычный какой-то вот пластик, да? Вот так кладём монетку. Будь здоров. Ну да, и вот так он жирает её. Очень круто. Офигенная копилка. Очень счастлив. Ян 25. Как говорится, всё этим сказано. Следующие, наверное, подарки пойдут уже от моих друзей, а то есть от Насти. Но для начала хочу сказать, что мы вообще заранее договорились о том, что никто никому ничего не будет дарить, потому что... Почему, кстати? А, ну типа мало времени было и прочее, прочее, прочее. Я на самом деле такие штуки не люблю. Типа вы можете мне там ничего не дарить, но извините, если я подарю, то это моё просто было желание. Хоть это будет открытка там от руки, от меня там, как бы я захотел, я это сделал. Тут чисто, знаете, обычное желание. Хочется тебе осчастливить человека, то, знаешь, ты это сделаешь, я не знаю, из говна и палок, да? Ясное дело, что это не обязательно должен быть какой-то дорогой подарок там и так далее, и так далее. Но если хочется всё-таки, то тебя ничего не остановит. Нет, это не какой-то, если что, камень в огород. Просто я знаю, что Настя любит очень удивлять, поэтому для неё действительно это важно, чтобы подарить, чтобы человек прям вау сказал, да? Ну и, в общем-то, настал день Х, мы приехали с Максом к ребятам в Москву. И как бы Настя приготовила нам подарки с Максом. И как бы мы им всем, да? Вот так они, как говорится, договорились, что никто ничего никому не будет дарить. Обожаю. Ой, ну так как Настя знает, что я очень люблю кей-поп, в особенности BTS, она мне подарила фанка попы с BTS, с клипа Butter. О, вы из Америки? Yeah, sorry, мой английский родной язык, я не понимать по-русски. Ой, мне так жарко стало, кстати. Интересно, из-за чего? Из-за света? Или из-за того, что я такой горячий? Ладно, подарила фанку попу с Чонгуком, с Ви и Жейхо. Очень крутые, это чтобы вы понимали, большие игрушки. И они будут офигенно смотреться на моей будущей полке. Об этом, опять же, в скором будущем узнаете тоже. Короче, я очень был счастлив. Настя, спасибо большое. Это было супер, это было классно еще упаковано. Я тогда охерел просто. Попить надо снова сока. Хоть он и мерзотный, хотя на запах очень даже. Но, блин, витаминочки все-таки. Я так двигаюсь, буду сейчас, знаете, превращусь в какую-то ящерицу. Ой, ну реально очень кисло. Но, на самом деле, нравится мне иногда вот так херей пострадать. Немножечко мазохист. Дальше пойдет подарок от Олеги. Он мне подарил, на самом деле, очень крутую книгу. Это Трой Сиван. Его история о том, биография певца, ставшего мировой сенсацией. Да, это, на самом деле, очень интересно. Я еще не начал ее читать, но все равно я ее обязательно прочту, потому что мне очень интересно почитать об этом, ибо он тоже был блогером. И вот как-то пришел к тому, что стал реально офигенным певцом. И вот такая вот открыточка. И была еще шоколадка, которую я уже сожрал. Ну, как без этого? М-су-сори. Такое сжирается сразу, особенно такой тюти. Короче, очень было приятно. Спасибо. Дальше. Подарок идет уже от Егоры. И это выглядит как бы вот так вот, да? Привет, сексуалка. Пасексим? Вот такая вот жопень. На самом деле, очень классный пакет. С ним можно, как говорится, и на базар, и на вокзал. Ой, это... Помаленьку, потихоньку начну с того, к чему этот весь пакет большой и тяжелый. Все, опять же, наверное, знают, что я очень люблю бабл-ти с тапиокой. Это вот, знаете, мой самый любимый, это чтобы был жасминовый чай. Вот это вот молочко, да? Вот это вот тапиока самая настоящая, классическая. И это еще покрыто сырной шапочкой сверху. Идеально, просто обожаю. И Егора, зная об этом, решил мне подарить... Майхейв, карамель. Да ладно, нет, это один из градиентов для того, чтобы сделать как раз-таки этот бабл-ти дома. Понимаете, да, к чему это все? Короче, сама тапиока, да, ее нужно будет самому готовить. Но на самом деле, чтобы вы понимали, я думал о том, чтобы снять такое видео, где я готовлю свой собственный бабл-ти. И тут, как говорится, Егора просто решил мне взять и купить все ингредиенты для видео, как бы, да, понимаете? Для будущего, может быть. Поэтому, если вы хотели такое видео, напишите об этом в комментариях. Да, вот сама тапиока, которую нужно будет готовить. Также к ней идет сахар тростниковый, да, в тапиоке должен быть тростниковый сахар, необычный. И вот сам чай, тут Эрл Грейт с бутонами жасмина. Жасмин, я просто обожаю, вы бы знали. Это мой самый любимый чай. Ну и также, он сначала заказал, да, вот эту вот карамель. Майхейв. Но он ее заказал только за то, что там самая бы была быстрая доставка. Он не знал, успеет ли он мне подарить перед моим отъездом или нет. Но в итоге он успел и заказал мне еще вот такой вот сироп. Это уже попрофессиональнее выглядит, сами понимаете, да? И, короче, да, вот такие вот моментики. Просто все ингредиенты для того, чтобы я сделал свой бабл-ти. Это охеренно. Спасибо большое Егору, очень было приятно. Бабл-ти реально прям любовь моей всей души. Потому что я, наверное, даже многих познакомил с этим напитком. Либо рекомендовал хоть как-то. И люди это пробовали, понимали, что это действительно круто. Мы вот с Настей ходили как-то раз в ее топиочную. Точнее, в ее вот этот вот моментик. Где она мне посоветовала попробовать. Там действительно было вкусно. И также, вернувшись в Питер, я решил сходить в одно место. Оно новое. Но в Москве оно уже давно. Не буду говорить, что за место, но оно было как-то очень популярное в Тик-Токе. Я решил там заказать вот этот бабл-ти. В итоге там цены, чтобы вы понимали, космос. Размер вот такой вот. Но я подумал, окей, ладно, это, в принципе, очень популярное место. Попробую и тут бабл-ти этот. Мало ли он тут вообще офигене всех. И из-за этого такая цена. В итоге я пробовал, чтобы вы понимали. Это самый был ужасный. Ну ладно, не самый, самый ужасный был в Дубае, в одном месте. Один из самых ужасных было здесь, в Питере. Я просто офигел. Я потратил 400 рублей. Вот на такой размер. Там 300 миллиграмм, что ли, было. Тапиока. Не тапиока. Сам напиток ужасен. Попросил теплый. Сделали пипец какой горячий. Короче, было настолько ужасно, что... Я просто сказал, ребят, возьмите, пожалуйста, выкиньте это. Да, я просто не люблю, знаете. Наслаждаться тем, что мне априори не нравится. Поэтому я даже не просил возврата какого-то. Я просто сказал, ребят, возьмите и выкиньте это. Как-то так. Я большой ценитель таких чаев. И когда я вижу, что люди делают какое-то говно в своем популярном месте, для меня это, если честно, неприемлемо. Потому что я понимаю, что есть дети, которые узнают вот это популярное место и увидят вот этот популярный напиток с тапиокой, они там попробуют, офигеют, что это невкусно, и поставят для себя прочерк в этом напитке и никогда больше не попробуют. Хотя это действительно очень вкусный напиток. Просто нужно знать, где его покупать. Как-то вот так вот. Реально, сейчас ящик, это тетя, которая вообще познала все в этой жизни. Так рассказываю, прям реально на опыте. Я тут немножечко прерву видео, у меня есть что вам рассказать. Сейчас, как мы все прекрасно понимаем, не самое лучшее время, к сожалению. И каждый принял новую реальность по-своему. А кто-то по сей день пребывает в апатическом состоянии. Лично я пережил большой стресс, да и до сих пор переживаю. Но уже, к счастью, не в такой большой мере. Для себя я понял, чтобы обрести внутреннее, хоть малейшее спокойствие, мне нужно заняться своим любимым делом. Сами прекрасно понимаете, это видео, это путешествие, это музыка и это работа. Кот, ты чё тут забыл? Ладно. Но, так как мы все разные люди, не каждый может пройти самостоятельно через сложный период. И это нормально, кому-то просто необходима рука помощи. Поэтому онлайн-сервис Мета поможет подобрать для вас психотерапевтов в соответствии со всеми критериями. Опыт, навыки и психологические особенности вашего запроса. Также у них большой выбор терапевтов в разных ценовых категориях. Цена за сеанс от 2000 рублей. А подбор психотерапевта Мете доверили более 40 тысяч человек. Так что это не хухры-мухры. Что удобно, что сеансы проходят как и онлайн, так и лично. Сервис знакомится с каждым психотерапевтом и тщательно отбирает по всем требованиям. Так что, если вы чувствуете, что вам сложно самостоятельно проходить через все сложности, не стоит этого стесняться. Переходите по ссылке в описании, вводите мой промокод RAISEN и получаете скидку в 25% на ваш первый сеанс до конца марта. Переходим дальше к видео. Дальше идет подарок. Вот честно, я не помню, на какой этот праздник мне дарили. Но это мне подарила мама. И это действительно такой вот подарок, который мне вот нужен был. Это такая вот шкатулка для того, чтобы хранить там свои вот эти вот моментики. Типа цепи, колечки, часики. Короче, очень нужная вещь, потому что обычно у меня это где-то, знаете, в обычном салфановом пакете хранится. А тут ходит все по своим местам и ничего не потеряешь. Спасибо, мам. Thank you, мам. Thank you, мам. Это, в принципе, были вроде как все подарки на Новый год. Возможно, что-то мог что-то пропустить, но вроде как нет. И следующее, что я хочу вам показать, это мои покупки из Дубаев. И немножечко подарков, которые мне хочется показать, потому что они также, можно сказать, из Дубаев. И около того. Первое, наверное, с чего я хочу начать, это вот... Это маршал наушники. Это мне Макс подарил на день рождения. Да? Ну да. Да. На день рождения. Короче, это последняя версия, если я не ошибаюсь. И это охеренные наушники. Что вы понимали, они настолько держат зарядку, что я просто был в шоке. Что вы понимали, я не заряжал их где-то больше недели или больше двух недель. Короче, они максимально держат зарядку. И мне эти наушники, на самом деле, нужны были еще в моем музыкальном клипе. Да, для тех, кто не знает, у меня вышел музыкальный клип. Вы можете посмотреть по ссылке в описании. Да? Я так немножечко пою. И так вот, эти наушники мне как раз-таки нужны были для кадра в моем клипе, потому что там есть кадр, где я гуляю и пою. Там идеально подошел к образу вот эти вот как раз-таки наушники. Что вы понимали, они, во-первых, сейчас в тренде, хотя ваша тетя всегда в тренде. Но помимо этого они офигенно, типа, смотрятся. Ха? Я просто в шоке был с них, потому что я их хотел, но я их тогда не мог купить, потому что чего-то их не было в наличии или что-то такое, в общем-то. Ну и вот, мне взяли, ну как говорится, подарили. Как-то так. Спасибо большое. Мне, правда, приятно очень. И это, правда, охеренные наушники. Что же я так потею? Как сука. Следующее, это моя покупка из Дубаев. Мы как-то с ребятами просто гуляли. Ёлка, пожалуйста, не падай. Мы гуляли как-то по другому центру. Я понял из себя, что я особо себе нифига не купил. Хотя там у нас уже оставалось до отлета, может, дня два. И что-то мы зашли в Энс, я увидел вот такую вот футболку Sailor Moon и понял, что она мне нужна. Она, правда, вроде как офигенно выглядит. Думаю, где-нибудь, как-нибудь с ней пофоткаюсь и выложу себе инфеграм. Так что, если вы там сидите, все еще подписывайтесь на меня, все ссылки в описании. Да, вот такая вот просто basic футболка Sailor Moon. И дальше, для тех, кто смотрел мои какие-то видео из Грузии, поймут меня и мою боль. Я, короче, как-то там купил в обычном каком-то магазине за очень дешевую цену себе ремень. И, в общем-то, у меня там развалился в первый же день. Потом купил второй же такой же. Более-менее сейчас держится. Но я понял, что продолжаться так не может. И, Ян, тебе срочно нужно купить качественный, хороший ремень. И я увидел вот такой ремешочек. Это Balmain. Да, это бренды-бренды, чтобы вы понимали. И, знаете, я придержусь того, что лучше купить одну качественную вещь за дорого, чем 10 за дешево. Поэтому я понял, что мне этот ремешочек нужен. Тем более, он красиво выглядит. Просто посмотрите вот на это. Поэтому ни капельки не шалею. Это надо. Потому что моя жопа не выдерживает моих широких джинсов. Дальше, опять же, из серии Фанка Попы. Я, опять же, предоставлен. Мы с ребятами ходили по другому центру. Гуляли. Заходили во всякие игрушечные магазины. Охеревали от большого ассортимента. Просто нам будто бы было по 12. Мы настолько восхищались этому искренне, что это действительно было круто. Я бы хотел снова. Ну, в общем-то, я заметил таких вот теперь маленьких Фанка Попы. Это вообще брелки, чтобы вы понимали. Опять же, с BTS. Это уже с клипа Dynamite. Я купил себе изначально Джина, Шугу и Рэп Монстра. Так как больше не было других участников. И я такой, ну ладно, возьму то, что есть. Как бы, да? Конечно же, ребята это все видели там, да? И Настя увидела в другом магазине этих же Фанка Попы брелки. Вот эти вот маленькие. И купила мне еще чамина. Я тогда был в полном шоке. Потому что это было неожиданно. Приятно! Поэтому такой, можно сказать, мини-подарок от Насти мне. Спасибо. Следующее у нас пойдет, наверное, покажу вам свой худи. Хотя вы его уже видели в прошлом видео. Да, я вроде в нем и был. Короче, это худи Гэп. Как вы можете заметить, да, оно опять же оверсайзное. Я обожаю оверсайз. За ним скрываешь то, чего не хочешь показывать. В моем случае, это мое несовершенство с телом. Либо я себя накручиваю. Но нет, я же смотрю на себя в зеркало. Я же себе не нравлюсь. Поэтому я с недавних пор пошел в зал. Так что, как говорится, это все буду исправлять. Обычный Худас Гэп. На самом деле, всегда хотел это худи. Но раньше мне казалось, это было очень дорого. Точнее, нет. Это вроде и есть дорого. Но это у нас в России дорого. Но за рубежом это обычный бренд. Где это покупаешь как обычную базовую вещь за базовую цену. Короче, очень круто. По приемлемой цене взял. И очень рад. Потому что давно хотел. Следующая вещь. Это уже, знаете, из интимного такого характера. Но так как мы с вами уже близки не первый год. Знаешь, хочу тебе сказать, что я купил себе дезодорант. Но, знаете, это не просто дезодорант. Там гарнир, там, либо фа, или как он там называется. Это диоровский дезодорант. Почему диоровский? Я подумал, а почему бы нет? Я все-таки себя люблю, да? В принципе, вроде как это еще не так дорого стоило. Да. В дубаях это не дорого стоило. Не помню сколько точно, но не дорого. Я подумал, я же себя люблю. Надо же все-таки себя уважать, любить. Тем более свое тело. Тем более, как ты будешь пахнуть, когда намажешься. На самом деле, меня флешбекнула одна ситуация. Когда на улице Питера мимо меня прошел какой-то мужик. И от него пипец как перло. Я не знаю, то ли партвумом, то ли дезодорантом. Ну, навряд ли дезодорант бы так пах, да? Ну, в общем-то, да. Он очень пахнул офигенно. И он, кстати, был туристом. Он был туристом, он не из России был. Короче, он был туристом в России. Я когда учил, я думал, бля, хочу так же офигенно пахнуть. Чтобы мимо меня люди проходили и тоже такие... Бог думал, это что за чудо такое? Ну, короче, не знаю, почему меня это флешбекнуло. И я решил купить себе этот партвум. Мне логично все это, но я все-таки надеюсь, что партвум это тоже дает о себе знать. Не только мне. Ну что ж, последнее, что у меня осталось, это из моих покупок. На самом деле, опять же, очень давно это хотел хоть какие-то... Хотя я в этом вообще не шарю. Но я знаю, что это сейчас модно, трендово. В принципе, это мне самому нравится, поэтому я купил. Это не за то, что это трендово, модно и так далее. Тренды, это я, как говорится. Я всегда в тренде. Такая она была нарциссской. Это Джорданы. Это мои первые Джорданы, которые я себе взял. Это, кто шарит, Air Jordan. Первые меды, которые самые, мне кажется, basic, самые базовые. Но я подумал, что нет. Для меня нет проблемы носить какую-то базу. Потому что мне они внешне понравились. Беру. Я человек, знаете, не за парлю. Я не гонюсь за большими какими-то трендами. За то, что хайпово. Да, хайпово. Ну и, короче, взял себе айки-бены. Не знаю, мне они очень нравятся. Я их, кстати, еще ни разу не носил. Но выглядят они примерно вот так вот. Круто же смотрятся. Ой, вижу уже себя в них. Какие фотки понаделают. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал. И на мой. Вы сами знаете, что. Все ссылки в описании. Короче, да. Мои первые Джорданы. Я очень счастлив. Как по мне, они офигенно выглядят. И думаю, я с ними крутые фотки сделаю. Да. Ну что ж, ребята. На этом все. Я надеюсь, вам было интересно было послушать. Посмотреть то, что мне подарили. И то, что я купил. Да. Это прям, чтобы вы понимали. Прямо настолько. Я сейчас ни капли не играю, чтобы вы понимали. Вы, наверное, ощущаете, да, эту кислинку у себя во рту? Хотя вы это сейчас не пьете. Да. Именно так это ощущается. Ух. Чувствуется прилив витаминов. Хочу вам также напомнить. Если вы еще не смотрели мой клип на мою первую песню. Просто нет слов. Все ссылки в описании на прослушивание, на сам клип. Буду рад вашим пальцем вверх на клипе и комментарии. Я все, кстати, читаю. Очень много приятностей. Спасибо большое. Я, правда, в это очень много вкладывал. Но если вам понравилось это видео, то ставьте пальцем вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите свои комментарии. Я все читаю. И иногда отвечаю. Ну а с вами, как обычно, был Ян Рейзен. Увидимся в следующем видео. Пока. Так, на самом деле, такая кресло-тачалка, чтобы вы понимали. Ну, качает она, конечно, не так, как хотелось бы. Но хоть как-то, ладно. Даже нечего рассказать больше. Потому что, ну, как минимум, смотрите, я постарался над фоном, да? Это как бы уже не на фоне двери с висящими пижамами моими. Короче, она постаралась. Ладно, пока.